Когда едешь, жарко даже становится, не холодно вообще, кровь кипит по телу, разгоняется. Мерзнет тот, кто мало двигается. Сотрудники службы доставки – одни из тех, кто много времени проводит на открытом воздухе. Они всегда одеваются по погоде, а если на велосипеде, то еще теплее. И уж совсем опрометчиво зимой выбегать на улицу налегке. Нет, мне не получится. Почему для одних появление в футболке закаливание, а для других – толчок к пробуждению хронических заболеваний, расскажет врач-хирург Щелковской областной больницы Николай Иванов. Он не раз поднимал на ноги пациентов, получивших переохлаждение и обморожение. По мнению специалиста, даже невысокая плюсовая температура может стать причиной общего переохлаждения. Не следует думать, что эта ситуация может развиться только при глубоких отрицательных температурах. То есть плюс один, плюс два вполне достаточно, чтобы человек либо переохладился, либо получил так называемое обморожение конечностей, которое приведет его не только на больничную койку, но, возможно, даже и на хирургический операционный стол. В лечебной практике Николая Иванова встречались пациенты, которые страдали от того, что одевались не по погоде. Поступают даже люди, которые спрашивают, вы засыпали, что где-то сознание теряли. Нет, все хорошо. Потом выясняется, что это было в какой-то легкой рубашке, где-то там у друзей за городом. Зимой врач советует внимательнее подходить к выбору теплой одежды и придерживаться чувства меры. Чем холоднее за окном, тем меньше времени следует проводить на воздухе. Сильнее пробирает холл, когда идет мокрый снег или, что еще хуже, дождь. Если одежда промокла и человек, извините меня, упал и уснул, не дай бог, где-то на улице, то достаточно 10-15 минут для того, чтобы получить достаточно серьезное и обморожение, и общее переохлаждение. Если вы увидели, что человек какой-то попал в беду, и он находится один, извиняюсь, лежит на сугробе или на тротуаре, не проходить мимо, вызовет наряд скорой помощи. Оптимальное, по мнению врача, время пребывания на морозе с ребенком – 25-30 минут. На рыбалке с удочкой в зимней экипировке можно провести хоть весь день. Не стоит направляться на трехчасовую прогулку по лесу при резко отрицательной температуре. Неприятности нередко возникают с теми, кто вышел на холод в нетрезвом состоянии. По нашему опыту, что происходит на новогодние праздники, к сожалению, пожалуйста, будьте осторожны, потому что очень часто и общее переохлаждение, и обморожение сопряжены, в общем, так сказать, мягко говоря, с сильным алкогольным пением. Голые лодыжки. Мода на минимализм в отношении носков из лета перекочевала в зиму. При длительном пребывании на холоде на открытых участках тела возникает покраснение – признак того, что его нужно как минимум прикрыть. Остается абсолютно незащищенный и не приспособленный для этих холодов участок кожного покрова. Нарушение микроциркуляции в этой зоне, конечно, осмучит. Теплые обувь и сухие носки – то, в чем нужно ходить зимой. Они не дадут замерзнуть, если придется долго ждать автобус или возникнет ситуация, которую вы не планировали. Михаил Налетов, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.